Сергей Анатольевич человек удивительный и парадоксальный. Офицер с 36-летним стажем, основатель военной династии, полковник в отставке с одной стороны, поэт, музыкант и философ с другой. Как уживаются эти две грани в нем, не знает и до сих пор. Служить в стране начал в далеком 68-м. С 80-х проходил службу на офицерских должностях. Сначала в армии, потом в УФСИНе. За это время выработал принципы работы, да и жизни в целом. Есть чему поучиться. Например, так называемому принципу отточенного карандаша. Сергей Анатольевич свою работу очень любил. Полностью и без остатка ей отдавался. Увидели это и жена. Следом за супругом она аттестовалась и дослужилась до капитана. А потом и дети. Дочь тоже в УФСИНе, сын, а теперь и старший внук работают в ОМОНе Росгвардии. В этих условиях надо просто оставаться, иметь лицо. И понимать, вот есть такое мнение, что хозяин. Есть, говорят так. Я вот с этим категорически не согласен. Почему? Вообще, в принципе, на мой взгляд, хозяином должен быть закон, перед которым все равны. Вот если начинают путать кишки с желудком, грубо говоря, у нас появляются случаи, когда сплошь и рядом, вот сегодня на Дальнем Востоке, сколько губернаторов посадили. Супругу Сергея Анатольевича мужем гордиться называют своим ангелом-хранителем. В браке пара уже 48 лет строит планы на празднование золотой свадьбы. Все к нему шли с просьбой помочь, с жалобами. Кого-то обидели, они идут, Сергей Анатольевич, помогите. Я взрывная сама. А он спокойно эти вопросы все разруливал. И так всю жизнь. И меня иногда придерживал, потому что я резко думаю, что говорю. А он плавненько, плавненько. В начале 90-х судьба забросила Петрова в село Талица Южского района. Здесь Сергей Анатольевич живет до сих пор. Талица для меня это место отдушина для человека. Здесь чудесная природа, святое озеро, река. Рузишко взял, пошел. Но получилось-получилось. А не получилось? Сам виноват. Вот. Сын любит сюда ездить. Никакие курорты. Говорят, мне не надо ничего. В баньке попариться. Сергею Анатольевичу в этом году 70. Но работать он продолжает. Возглавляет в Талицах ветеранскую организацию, в которой больше трех сотен человек. Жизнь такая штука, особенно на нашей службе. Ты идешь на работу, думаешь, ну все хорошо, все отлично. Но ты не знаешь, как сложится этот день. Это каждый день так. Потому что, во-первых, я вам показывал, что погиб прапорщик. Каждый из них, заступая на службу, приходит в зону. И, в общем-то, он неизвестно вечером, как все сложится. Это наклад свой отпечаток. Пока служил, рассказывает ветеран, было не до творчества. Сейчас отрывается по полной. Пишет стихи, играет, руководит хором. Вечень, пипая вода, Ты скажи, не скажи, как жидко лида, Как попала ты сюда? Ты скажи, не скажи, как жидко лида, Как попала ты сюда? На стихи Петрова вдохновляет сама жизнь, А еще люди, их талантливых и самобытных, вокруг очень много. И каждого нужно словом порадовать. С нее признаюсь, мы верим пример, как жизнь любить, как к людям относиться. Мне кажется, она умеет все, лишь не умеет от славы заноситься. Но раз так, примите поздравления с тем, что опять справляем юбилей. Желаем вам всего, что вы хотите. Откройте дверь в столетие смелей. И смотри, сейчас бабушка залыбалась, и ты балдеешь. О том, что раньше было лучше, полковник в отставке Петров говорить не любит. Привык не жаловаться, а действовать. На пенсии он занимается восстановлением памяти погибших воинов, воспитывает подрастающее поколение, решает проблемы односельчан и вдохновляет всех на свершение. Мы, как всегда, надеялись, что все само придет. Инертными и чертовыми мы стали. Пора проснуться всем. От мала до велика. У нас действительно великая страна. Чудесные наставники, понятливые дети. Мы любим свою родину. Она у нас одна. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ, Иваново, Южский район.